Основные работы завершены и аллея памяти оживает в именах и лицах. Когда режим самоизоляции закончится и табаляки выйдут на улицы наслаждаться весной, здесь их встретят бессмертные герои. Художник сам наносит последние штрихи и не скрывает восторга. С момента зарождения идеи прошло 9 месяцев и вот плод большого труда и любви сверкает под весенним солнцем. А всегда действительность превосходит любой проект. Меня вот спрашивают, вот как будет? Я говорю, будет еще лучше, чем нарисован. Но реальность, конечно, всегда лучше. Всегда лучше. Правда, при этом приходится прилагать огромное количество усилий. Просто гигантское количество усилий. Тогда оно и превосходит ожидания. 50 табаляков, которые оставили навсегда след в истории, уже замерли в начале бессмертного строя на родной земле. Весь мемориал – это один строй и уникальные судьбы, перекликающиеся между собой, как сюжетные линии романа. Позади центрального монумента встанут стены с фотографиями участников войны и тружеников тыла. Снимков уже более трех тысяч. Хотя изначальный проект предполагал меньше, по мнению Сергея Тетлинова, ограничивать этот поток нельзя. Надо думать, где размещать вот эту разницу. Потому что у каждого есть свой народный, ну, семейный герой. Прадед, дед, отец, брат, бабушка, прабабушка и так далее. А вдоль аллеи на плитах, как живые, лица героев Советского Союза. Настоящие супергерои. Мы должны знать, доносить до наших детей, что это важно очень, потому что это наша история. Благодаря вот этим людям, отстоявшим нашу землю, мы есть, наши дети есть. Очень проработано, даже вот смотрю, вот сзади вот медали, хлястики, карманы, погоны, усы даже, ну, все. И сама аллея памяти и мемориал «Вечный огонь» преображаются к юбилею победы. Ремонтные работы начались в конце марта. Они включают полную замену керамогранита, вышедшего из строя. Каждый год у нас происходят проблемы с этим керамогранитом. Было построено некачественно в свое время. И, соответственно, приходится каждый год его менять. Ну, вот, где отломы, где сколы и так далее. Поэтому решили поменять и саму основу устройства керамогранита. Буду надеяться, что это будет более эффективно. Завершить работы по ремонту самого мемориала запланировано до 9 мая. Замена брусчатки и благоустройство аллеи будет длиться до конца июня. Кроме того, здесь появится восьмая плита с именами тех, кто отдал жизнь за победу. На ремонт выделено порядка 12 миллионов рублей. В общем, на Тобольские памятники 26. Так что 75-летие великого события они встретят обновленными. Анастасия Плюснина, Ярослав Прохоров, Рустам Рузеев. Тобольское время.